Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья, и нет, сегодня мы не будем ничего музыкального изучать, что-то играть, а у нас будет распаковочка, анбоксинга Дарья. Анбоксинга Дарья! Эта штука просто зарвала интернет, в частности, ТикТок. Каждый пятый, который мне попадается в рекомендациях, рассказывает про неё, что это настолько крутая вещь, и необходимо всем, кто пишет видосик себе на телефончик, поэтому я тоже её заказала, чтобы проверить, как она работает на самом деле. Итак, как всегда, мистер Ножик нам в этом поможет. Сейчас быстренько откроем, я думаю, что я вас заинтриговала. Буквально пару секунд, и вы поймёте, о чём я говорю. Это беспроводной петличный микрофон для телефона. Тоже заявляет сам производитель. Во-первых, тут непонятно, что это за фирма, то есть просто написано беспроводной микрофон. На оборотной части коробочки написано, что тут самая минимальная задержка звука, подавляет какие-то шумы, то есть шумоподавление уже включено. Якобы хватает на 10 часов зарядки в реальном времени, но я не знаю, кто будет 10 часов подряд записывать. Я думаю, тут немножко завышена, уж как всегда, вот эти вот ожидания, что нам обещают, а что по факту. По сути, я не собираюсь писать очень много на него. Я думаю использовать этот микрофон, когда я выхожу куда-то на улицу и что-то там бронжу. Дальше синхронизация звука и картиночки, собственно, записывание в реальном времени и то, что он компактный и комфортный и удобный. В общем, круто-то как? По факту, действительно, выглядит очень маленько. Вот есть тоже беспроводные микрофоны ROT, ну, у них прям такая коробочка квадратная, я думаю, это не очень удобно, а тут такая малюшка ля-ля-ля-ля. Так все это выглядит. Красивенько. Походу, не получится. Заказала я это, как всегда, на Алиэкспресс, потому что там было намного дешевле. Точно такой же смотрела на зоне стол 3000 рублей. А на Алике с двойным, между прочим, микрофончиком, да, тут два будет микрофона, не один, как у всех показывается. А я заказала буквально там за 1000 рублей. Если что, ссылку оставлю, если понравится, захотите такую же штуку, заказывайте в моей ссылочке. Комплект у нас, естественно, идет какая-то на инструктаж. Ну, я думаю, мы все поймем сами, зачем нам это надо. Конечно же, шнурочек, как всегда, пожалели. Блин, буквально 5 сантиметров положили. Как мне вот это вот заряжать? Вот как? Мне кажется, ниточка для чайного пакетика то длиннее будет. То есть я поставлю это в адаптер, а как мне в розетке оно будет висеть, как на соплях? Пожалуйста, китайцы, вот почему вы везде такую штуку делаете? Само вот это устройство, которое будет вставляться в телефончик. И два микрофона. Вот так вот они выглядят. Причем они оба на прищепочках, очень удобно будет прицепить так вот. Ну, сейчас мы вам все это продемонстрируем. Заряжается у нас с вами вата, ай, все. Два микрофончика, светлозащита, естественно. Баб, все это у нас вот такой микрофончик, ля-ля-ля. Сейчас будем делать АСМР-шку. Самый главный-то прикол в чем? Я эту штуку брала с разъемом для айфона. Есть еще разъем для Type-C. Если для обычных андроидовских каких-то моделей телефонов, то есть с обычной вот этой микро-USB зарядкой, я не нашла. Поэтому, ребятки, если что, к сожалению, пока подсказать не могу, если такая штука для обычного андроидовского телефона. Боксинга, Дарья! Давайте посмотрим, как это все работает-то, собственно. Мы берем с вами ваш телефон. Давайте я уберу чехол, потому что он у меня стал некрасивый. Я, короче, купила куртку красную. Захотела вот выделяться на фоне всех остальных. А то что в черных куртках все ходят? Напишите, какая у вас зимняя куртка. И она, блин, красит! Она красит мои вещи. Она красит мой чехол. Посмотрите. Вот. А был такого красивого зеленого цвета. Берем ваш телефончик. Берем вот этот адаптер. Вставляем вот это, собственно, вот эту всю штукенцию. И смотрите. Я не знаю, там видно. Загорелась красная кнопочка, что он что-то там находит. Да, ему телефон говорит, что он нашел какое-то USB-устройство. Так, давайте возьмем какой-нибудь из микрофонов. Здесь есть вот такая вот включалка. Давайте мы ее включим. Вот. Все. Он начал гореть зелененьким. Это значит, он нашел, адаптировался. Сейчас что-то добудет. Он будет у вас всегда гореть зеленым, когда вы что-то записываете. Поэтому перепроверяйте каждый раз, когда его включаете. То есть переходник включили. Проверьте, включили ли вы сам микрофон. Потому что мало ли он сел у вас. Кстати, вот касаемо зарядки, тоже не совсем мне понятно. Потому что тут есть два индикатора в самом микрофончике. И первый индикатор мы уже поняли. Он горит зеленым, когда микрофон подключен. Что делать со вторым индикатором? Пока непонятно. То есть он, возможно, будет гореть, когда микрофон разрядился. или, наоборот, когда мы его зарядили. В общем, покажет практика. В инструкции я подобного решения не нашла. Для чего? Поэтому, если я все-таки разберусь с этим вопросом, то прикреплю в комментариях что в итоге там произошло с этим микрофончиком, как понять, что он зарядился или разрядился. Ничего не понятно! А что в инструкции написано? Ладно, блин, вот пока обеялся, пока обеялся. Походу, придется читать. Я, короче, немного разобралась. Да, он подключился, но единственное, он не показывает мне вот в этом ползунке, что у меня какое-то устройство подключено. То есть, смотрите внимательно. Сейчас отключу, и этот ползунок вверх пошел. Потом обратно включаю, он уйдет вниз. И, соответственно, он... Вот, он подключен. Доксинка, Дарья! Ну, а сейчас давайте мы сделаем тестовую запись видео и звука на вот этот вот микрофончик. Как я почитала в интернете и посмотрела видеоразборы, что обычное приложение камер не подойдет, потому что нельзя в настройках поменять, на какой микрофон вы будете писать, поэтому мне пришлось купить. Для этого видите. Смотрите, какие у нас спонсоры, да? Никаких спонсоров нет, Алик, давайте сотрудничать. Короче, я установила какое-то приложение ProMovie, в котором как раз-таки можно поменять настройки микрофона, чтобы вы писали на другой микрофон. Да, вот он, кстати, мне сейчас говорит, ой, здрасте, это я, что типа тут устройство USB какое-то там. Окейшки, давайте сейчас попробуем что-нибудь, да, записать. Итак, это запись ролика без дополнительного микрофона, то есть я сейчас пишу на встроенный микрофон от iPhone. В принципе, на самом телефоне кажется звук тоже хорошее, но это где-то вот в помещении. Если мы куда-то пойдем на улицу, естественно, будут сторонние шумы, ветра, и поэтому здесь нужно уже прямо смотреть по ходу, что там будет. А теперь давайте смотреть, что у нас будет на втором варианте запись звука с вот таким вот микрофоном. Так, запись идет на внешний микрофончик, давайте мы его как-то прицепим. Проблема в том, что вот эта штучка, вот эта штучка, прищепочка, она не крутится в разные стороны, то есть мне придется его как-то всегда держать в одном направлении. Если есть какие-то шуршания, извините, пожалуйста. Ладно, пусть будет выглядеть так. Раньше у меня были петличные микрофоны, но проводные. Мне приходилось с этим проводом мучиться постоянно, чтобы был хороший звук. Все ролики на данный момент, которые я снимаю на камеру или вот дополнительные какие-то подводки на телефон, я писала на рекордер. Прикольная штука, удобная, но проблема в том, что он пишет звук отдельно. То есть мне приходится записанную дорожку с рекордера перекидывать на ноутбук, потом это все синхронизировать. Ну, то есть это дополнительные действия, я не знаю, я уже, конечно, привыкла, но кто в начальном этапе видеомонтажа или видеоблогинга, это, конечно, сложно. Вы уже слышите вот эти два варианта, два примера, и напишите в комментариях, как вам нравится, что звучит лучше и круче. Я специально вышла на улицу, чтобы вам записать референс этого звука, хорошо ли вообще слышно, видно. Специально такая вот шуна-обстановочка, машинки ездят туда-сюда. Давайте мы проверим, как заявляет производитель, что можно там до 30 метров аж отойти от камеры, и будет вас хорошо слышно, поэтому давайте проверим. Прикиньте, как я выгляжу со стороны, очень странно, особенно сейчас бабульки тут любят ходить. Вот, надеюсь, меня там слышно, и сильно звук не пропадает, потому что во многих обзорах говорят, что когда ты отходишь, есть такое прервание звука. Давайте-ка еще раз мы это сделаем. По раз, два, три, четыре, пять. Давайте дальше. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас мы сделаем то же самое, но без микрофона. Итак, по классике, то же самое видео, но без микрофона, то есть у меня просто в руках, поэтому давайте сейчас отойдем и услышим, есть ли разница в звучании с микрофоном и стройным микрофоном самого телефона. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять. Как там ваши ушки уже все? Давным-давно пока сказали мне, но это мы делаем ради чего? Ради эксперимента, чтобы проверить, как работает на самом деле. Боксинга, Дарья. Ребята, сейчас так лоханулась с этим микрофоном. В общем, когда я готовилась к записи этого видео, во многих обзорах, во всяких статьях в интернете говорят, что вот этот микрофон не поддержится обычным приложением у вас в телефоне типа камера. Я такая, окей, подготовлюсь, нашла какой-то в AppStory, скачала, купила, между прочим, чтобы безводного знака у вас была картинка. И что вы думаете? Я записала, все хорошо показано, но потом решила проверить, так ли это на самом деле, потому что, ну, блин, может быть, там она автоматически меняется, эта настройка в этом обычном приложении камеры. И знаете что? Это обычное приложение у вас встроено, тоже записывать с этим микрофоном. Единственное, когда вы будете пересматривать записанный ролик, вот если у вас включена вот этот радиопередатчик, вам нужно будет его убрать, чтобы у вас был звук динамиков, потому что микрофон динамики работает на одной гарнитуре. И все! То есть вам не нужно покупать дополнительные какие-то приложения, чтобы записывать на вот этот микрофон. То есть вы записали какой-то роличек, ля-ля-ля, па-па-па, на-на-на, потом эту штуку убрали и пересмотрели то, что у вас получилось. Тоже Касама и Инстаграмы. Вот и все! Никаких дополнительных вложений вам не нужно будет делать. Цените Даречку, которая вам развела все мифы. Боксинга, Дарья! По идее, эта вещь должна быть крутая. Объясню почему. У вас есть два микрофона, то есть у вас или два спикера, вы можете где-то идти на улице и разговаривать, при этом у вас будет слышно намного четче, отчетливее, без супер-задуваний ветра. Ваш микрофон встроен, например, от телефона. Ну и у вас просто-напросто есть второй дополнительный запасной микрофончик, если у вас сломается первый. Ой, а что это такое? Блин, ребята, ну все, прошла проблема. Я, походу, сломала эту кочерыжку. Да, прикиньте. Блин! Я сломала. Я сломала вот эту вот прищепочку. Придется на супер-клей клеить. Поэтому не крутите, не вратите его вот так, как я сейчас сделала. Ой, салон посудной лавки. Я реально сломала эту прищепку. Сейчас мы будем клеить. Понимаете, наше шоу анбоксинг от Дарьи медленно перерастает в очумелые ручки. Все, перелепим, перецепим. Все, будем ждать, когда это все засохнет. Вот не зря есть второй дополнительный микрофон. Это от АС, потому что я сейчас сидела, что-то играла с этим микрофоном, и я понимаю, что эту прищепку не нужно как-то вытаскивать и обратно ставить с другим просто направлением. Ее можно достаточно вот так вот повернуть. То есть и все, ничего вытаскивать не надо, как я думала. Еще сломала при этом прищепку на одном микрофоне. Ну ладно, теперь зато вы знаете. Боксинг от Дарьи. И какой же вердикт на данный момент, я могу сказать, по этой штуке? Это очень крутая вещь, учитывая, что она стоит реально копейки, бюджетный вариант с Алика, и хорошо пишет звук на улице. То есть, если вы постоянно выходите куда-то на улицу, возьмите эту штуку, лучше купить сразу две, то есть с дабл микрофонами, а то один вдруг у вас сломается. И вещь-то реально того стоит. Я думаю, буду писать всякие видосы для ТикТока, для Инстаграма на такую петличную штуку. Вы понимаете, что сейчас мобильный видеоблогинг, конечно, на новом уровне, благодаря таким вещам. Поэтому, если вы пишете что-то на свой телефон, у вас не самого лучшего качества звук получается, купите такую штуку, она вам поможет. Но отдельно мне будет очень интересно почитать ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу, нужно ли вещиться, или можно обойтись без нее. Я напоминаю, что меня зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Но я напоминаю, что меня зовут Дарья. Скоро... Опа!